всем привет мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала я наталья и это субъективно о турции сегодня у нас новая тема речь пойдет о миграции хочу поделиться с вами о своей адаптации в этой стране с какими сталкивалась трудностями и как их преодолевала еще совсем недавно лет 25 назад по историческим меркам это совсем крохотный промежуток времени наши сограждане понятия не имели что такое мигрировать за границу мало того внутри страны миграция была минимальная наверное тогда и родилась пословица где родился там и пригодился отныне наших соотечественников можно встретить абсолютно в любой точке мира поэтому тема миграции так актуально ну что буду делиться своим опытом а кому как не мне все-таки уже 13 лет я мигрант все то о чем сегодня буду говорить вам я с этим обязательно столкнется каждый мигрант и неважно в какую страну он мигрирует это может быть и америка канада япония франция италия германия австралия и турция мигрант он и в африке мигрант и несмотря на то что адаптация в чужой стране для каждого это процесс индивидуальный и зависит он только от ваших способностей и от ваших возможностей существует тем не менее правило которые написаны нами мигрантами прошедшие все этапы адаптации связи с этим если вы будете прислушиваться к нам процесс вашей адаптации будет не таким болезненным а то состояние стрессов который впадает каждый мигрант может быть будет не таким затяжным переезд чужую страну всегда сопровождается стрессом это норма каждый мигрант в определенной фазе испытывает это состояние некоторые чуть сильнее некоторые чуть слабее но испытывают абсолютно все психологи от оценивают такой стресс постабальной системе на все 100 баллов отчего так происходит да потому что человек из привычной ему среды где все родное близко и знакомая вдруг оказывается в среде где он ничего не знает и ничего не понимает а если добавить к этому что во время переезда теряется еще и социальный статус и карьерный рост то есть на новом месте человек из состоявшегося превращается в какого-то ребенка где все нужно начинать сначала учиться говорить и учиться понимать и конечно взрослый человек начинает испытывать дискомфорт от такого состояния у мигрантов всего две задачи два барьера которые они должны преодолеть во время адаптации чужой стране 1 языковой и 2 культурный казалось бы всего два на самом деле на практике преодолеть их бывает очень трудно и очень долго готовиться к миграции вы должны еще у себя на родине и самой приоритетной самой важнейшей задачей является изучение языка если вы приезжаете в страну со знаниями языка чуть выше среднего все остальное вам будет казаться море по колено вот на самом деле и даже состояние вот того стресса который испытывают все мигранты вы преодолеете быстро и легко когда я приехала в турцию я знала язык турецкий примерно на 50 процентов плюс минус пару слов о том почему я вообще приехала в турцию в турцию я приехала как трудовой мигрант никто меня сюда не приглашал никто меня никто меня здесь не ждал не было у меня никаких знакомых никаких ухажеров никаких женихов и т.д. и т.п. я приехала сюда в поисках работы для того чтобы подзаработать немножко денег и уехать на родину я проживаю на юге молдовы где остались предки турков отсюда мое скажем такое минимальное знание турецкого языка но даже это не позволило мне по приезду в турцию вот так сходу начать общаться с местным населением у меня были попытки общения в магазине допустим или в кафешке но на меня смотрели такими хлопающими глазами и говорили эфандым эфандым аннамадым бедасю лармасы нас мы не понимаем вас еще раз повторите меня это ужасно раздражало я нервничала психовала я думала просто боже какие тупые как они не понимают я же говорю на турецком языке ну одним словом вот этот страх что меня не понимают и я не понимаю их заставил меня не скажу чтобы замолчать прям на долгие месяцы но где-то месяца три-четыре я испытывала вот этот дискомфорт и старалась меньше показывать знания своего турецкого языка немножко почитайте о истории страны о людях о жизни о быте об укладе об их традициях это нужно чтобы не испытать сильный культурный шок после переезда вдруг оказывается блин а чё тут все не как у нас где наша гречка где наша селедка сгущенка где докторская колбаса в конце концов шо за цены вокруг я лично не испытывала ни одного дня из-за отсутствия наших привычных продуктов напротив турецкой кухни мне показалось настолько разнообразной настолько интересно я открыла столько много для себя новых продуктов и рецептов напрочь забыла про селедку про докторскую колбасу и про сгущенку в любой стране можно найти магазин где продаются привычные для нас продукты это уже не проблема сходите туда и будет вам счастье одним стрессом будет меньше проблема в другом проблема в вашем восприятии реальности вы должны реально воспринимать и понимать где вы и что вас окружает и это вы должны принимать и если в этом мире нет места селедки ну грубо образно говоря вы не должны из-за этого испытывать стресс вы не должны постоянно существующую реальность подтягивать что-то из прошлой жизни но не будет здесь как на родине вот здесь будет так как она есть это вы приехали в эту страну и вы просто обязаны принимать привычки традиции и уклад жизни этих людей только так и никак иначе вот когда вы это поймете когда перестанете все сравнивать с родиной вот тогда стресс и депрессия постепенно начнет уходить и вы начнете концентрироваться на более важных вещах сказать легко но сделать трудно я где-то год наверное раздражалась на все вокруг все вокруг мне казались с глупыми какими-то не такими и врачи не такие и парикмахеры не такие и маникюра не делать не умеют и водить они не умеют одним словом все вокруг были какие-то не такие свой первый день в турции я не забуду никогда как только я сошла с трапа самолета я испытала счастье и радость не скажу что это было прям вот моей мечтой оказаться в турции это была задача которую я поставила перед собой и от того что я осуществила задуманное я испытывала радость можно сказать прям счастье длилось это счастье недолго около пяти часов утра я проснулась от звука призыва к молитве который раздавался из мечеть расположены но очень близко к моим окнам и в этот момент меня оковал страх я помню эти ощущения до сих пор это был какой-то животный страх пронзивший меня до самых костей в этот момент я подумала господи что и натворила куда я попала я поняла что мир вокруг меня изменился и уже не будет таким как прежде не стало от этого еще страшнее и я захотела в тот же миг вернуться к себе на родину именно в этот вечер я впала в депрессивное состояние с которого выходила около трех лет этот период моей адаптации в турции прошел очень трудно для меня обычные бытовые дела превратились в ад мне ничем не хотелось заниматься единственное что хотела сделать это собрать чемодан и вернуться на родину все вокруг было чужим люди еда телевидение газеты быт меня раздражали и взрослые и дети именно в этот период многие мигранты ломаются не выдерживают и возвращаются на родину в 2005 году когда я только мигрировала в турцию тогда не было умных телефонов и наш выход в интернет был конечно ограничен я не смотрела никаких блогеров которые бы мне рассказали о своей удачной миграции может быть если бы на то время технология была такая продвинутая как сейчас моя адаптация прошла бы легче и быстрее но все то что делала я делала по своим внутренним ощущениям так вот в одно прекрасное утро когда я вышла на выходной со своей работы я постричала турчанку женщину лет 80 она несла тяжелые пакеты мне вдруг захотелось ей помочь и вы знаете в тот момент все поменялось я вдруг подумала когда я помогала и нести эти пакеты я вдруг подумала а почему я злюсь на этот народ так почему они меня раздражают ведь это я к ним приехала ведь они-то ко мне относятся нормально в принципе в турции живет очень гостеприимный народ и они хорошо относятся к иностранцам эта женщина так тепло со мной разговаривала она так тепло меня благодарила это был мой переломный момент с этого дня я стала общаться с населением я стала общаться с соседками я стала общаться с мамочками в парке который гуляет со своими детками на тот момент я работала няней я стала общаться с продавцом магазине с кассирами я стала легче спрашивать водителя о том как не проехать я перестала бояться я перестала бояться что мне нагрубят из-за того что я их не понимаю и они не понимают меня и вот я считаю что самый важный момент это полюбить, в первую очередь, местное население. Вот чем раньше вы начнёте смотреть на местное население, как на своих родных, любимых, близких людей, тем легче вам будет адаптироваться в новой стране. У меня было так. Дальше что я делала в этот период, чтобы быстрее адаптироваться? Конечно, изучала язык. Я читала абсолютно любой печатный текст, который попадался мне на глаза. Это и вывески на зданиях, рекламные щиты, чеки в магазинах. Я читала отрывки с газет. Я стала смотреть турецкое телевидение. Если в самом начале своей миграции я не воспринимала турецкие каналы абсолютно никак, они меня ужасно раздражали, меня раздражало и бесило то, как они озвучивают фильмы, и иногда, когда я нарывалась на озвучку какого-то иностранного фильма турецким языком, я хваталась за голову и говорила, «Господи, как можно так испоганить этот фильм, и как его вообще можно смотреть?» Так вот, когда я всё-таки стала смотреть и полюбила турецкое телевидение, знание языка у меня увеличилось моментально в разы. Всем советую, всем мигрантам, которые переступили границу иностранного государства, в первую очередь изучать язык. Пока вы не будете знать язык на достаточно хорошем уровне, вы всегда будете работать только на малооплачиваемой, неликвидной работе. Вы же поймите, когда приезжаете в чужую страну, вас же никто сюда не звал, вас здесь никто не ждал. Ваш накопленный опыт, ваша карьера, ваше социальное положение, оно здесь никому не нужно. И вы по новой снова должны доказать, чего вы стоите, что вы умеете. А без языка сделать в иностранном государстве это практически невозможно. Да, вы можете работать в какой-то иностранной организации, но мы говорим сегодня о тех, которые хотят интегрироваться в культуру, в эту страну, адаптироваться в ней и чувствовать себя как настоящий коренной житель. Хотя даже через 30 лет вы всё равно останетесь в этой стране мигрантом. Через 5-6 лет я понимаю, что Турция стала для меня второй родиной. Меня не раздражает ничего вокруг, наоборот, всё милое, родное и привычное. На тот момент я уже работаю в большой фирме, я координирую движение всех отделов, занимаюсь образованием цен, аналитикой, бухгалтерией и продвижением товара. Но это совсем другая история. Ещё пару слов о миграции невест. Все вы знаете, что многие наши соотечественницы приезжают в Турцию в качестве невесты. Вот она вышла замуж, муж её немножко разговаривает и понимает русский, ей нафиг не нужно утруждать себя, изучение турецкого языка. А работать? А работать так муж вообще не разрешает. И она живёт в своей квартире, радуется солнышку за окном и обилию фруктов круглый год. Через год вы точно заводите от тоски. В любом случае язык учить необходимо для того, чтобы участвовать в социальной жизни, для того, чтобы заводить друзей среди местного населения. Только так вы можете себя почувствовать полноценным жителем этой страны. Очень важен настрой для мигранта. Вы должны понимать, ваша миграция – это надолго, а может быть навсегда. А также важно не оказаться в изоляции информационной, социальной. Вы просто обязаны участвовать в жизни той страны, которую вы выбрали для миграции. Даже если ваш супруг, иностранный супруг, говорит с вами на понятном вам языке, даже если вид вашей деятельности связан с работой в интернете, где изучение языка не требуется, вы и так заработаете себе деньги на жизнь. В любом случае вы должны понимать, что происходит в социальной, экономической, политической сфере той страны, которую вы выбрали для миграции. Это единственный способ для успешной адаптации. Если это видео было для вас интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а еще, пожалуйста, делитесь своим опытом миграции, с какими трудностями сталкивались, как их преодолевали. Для меня это будет очень полезной и интересной информацией. Всем пока!